Всем привет! Как я обещал, сегодня у нас на обзоре относительно новая компактная зарядка от HOTE T6 Smart Charger. И, наверное, это была самая быстрая распаковка у меня на канале, так что давайте посмотрим на неё поближе. Приезжает она, как вы видели, уже в коробке. Вместе с ней приезжает в комплекте ещё вот такой вот переходничок с XT30 на XT60, что достаточно удобно. Вам не потребуется покупать дополнительные провода, если вы собираетесь заряжать, например, 4S батарейки. И небольшая инструкция, которая выглядит вот так. На самом деле, скорее не инструкция, а просто напоминание, какие порты у неё есть и куда что втыкать. Как вы видите, зарядное устройство выполнено в форме прямоугольника, а его корпус практически полностью прозрачный. Любителям прозрачных корпусов для своих аппаратур такое наверняка зайдёт. Но перейдём к деталям. Итак, на левой грани у нас имеется XT60 и USB Type-C парт, который поддерживает Power Delivery. И этот же разъём используется для прошивки данной зарядки. На правой стороне у нас стандартный XT60 и балансировочный разъём. На верхней стороне у нас имеются три кнопки управления. Вверх-вниз и ОК. На нижней грани у нас вообще ничего нет. На задней стороне у нас имеется достаточно большой вентилятор, который предназначен для её охлаждения в процессе работы. Теперь, когда мы разобрались с внешним видом, самое время посмотреть на то, что умеет данная зарядка. Данная зарядка, кстати, может использоваться и в качестве тестера. И в отличие от некоторых других зарядок, нам достаточно подключить только балансировочный разъём. То есть, при подаче питания через балансировочный разъём она загружается. Ну, не так уж и быстро загружается, но тем не менее. И показывает нам напряжение на каждой из ячеек. При этом яркость экрана, я так понимаю, здесь установлена какая-то средняя, для того, чтобы сильно не разряжать наш аккумулятор. Да, при ярком солнце вам наверняка придётся закрывать экран, для того, чтобы рассмотреть значение. Но, тем не менее, вот в качестве тестера её вполне можно себе использовать. Давайте подключим её через Power Delivery. Громко достаточно пищит при включении. И вот такой экран нас встречает при подключении через USB. То есть, мы видим, что у нас по мощности от нашего блока питания, сколько он максимум вольт и какой максимальный ток. Чтобы это закрыть, нажимаем кнопку ОК и попадаем вот в её основной рабочий режим. Кот Т6 – это универсальное устройство для работы с разными типами аккумуляторов. Оно поддерживает зарядку и разрядку аккумуляторов от 1 до 6С, включая такие типы, как LiPo, LiHV, LiON, Сенцовые аккумуляторы и другие. Также зарядка умеет выступать в качестве лабораторного блока питания, выдавая заданное количество вольт и ограничения по амперам на своём выходном порту. Максимальная мощность данной зарядки достигает 300 Вт, а ток до 15 А. В принципе, это значит, что вы можете заряжать достаточно ёмкие аккумуляторы, например, 6С на 5000 мАч при токе 2С или 10000 мАч при токе 1С. Ну или, соответственно, использовать платы параллельной зарядки, в которые вы можете натыкать какое-то энное количество ваших аккумуляторов. Помимо зарядки, устройство умеет разряжать аккумуляторы. Встроенный режим внутренней разрядки позволяет разряжать мощность до 30 Вт на её внутреннюю нагрузку. Если нужно больше, можно использовать режим внешней нагрузки, подключить к данному порту какую-то нагрузку и разряжать уже мощностью на 700 Вт. Также есть режим регенеративной разрядки, который позволяет возвращать энергию от разряжаемого аккумулятора обратно в источник питания или, соответственно, в подключённый другой аккумулятор. Мощность в этом режиме те же самые 300 Вт, но важно правильно настроить параметр, чтобы не повредить принимающий аккумулятор. Об этом мы поговорим чуть позже. Важно отметить, что при питании от USB Type-C мощность зарядки имеет ограничение в 90 Вт. Чтобы раскрыть полностью потенциал данной зарядки в 300 Вт, вам потребуется соответствующий внешний блок питания. Ещё один полезный режим, о котором я кратко уже сказал, это работа в качестве лабораторного блока питания. Здесь она может выдавать от 0,1 Ампера до 15 Ампер и от 5 до 29 Вольт, если я правильно помню. Да, от 5 до 29 Вольт. Я делал замеры, единственное, что не очень она стабильно поддерживает исходящий, например, вольтаж. И, возможно, я сейчас ставлю некоторые картинки с измерениями, которые я проводил в процессе работы с этой зарядкой. Напряжение может плавать, например, от 4,8 до 5,3 при установленных к выдаче чётких пяти. Также у неё есть режим балансировки. Она может балансировать ячейки, подключённые к её зарядному порту, на их среднем текущем значении. Это полезно на тот случай, если у вас одна ячейка по каким-то причинам оказалась разрягленно сильнее всех остальных, вы можете их отбалансировать примерно к одинаковым значениям. Ну и поскольку мы уже залезли в меню, давайте посмотрим, что у нас вообще здесь есть. То есть, вариант, который она здесь предлагает. Работа в качестве источника питания, работа в качестве зарядного устройства, разрядка на внутреннюю нагрузку данного устройства, разрядка на внешнюю нагрузку, которая подключается вот таким вот образом, перевод батареек в режимы сториджа, балансировка, как я только что наговорил, ячеек, и регенеративный дичардж, это когда краски из одного аккумулятора перекачиваются энергией в другой. В данное меню мы попадаем, если просто на экране ожидания, нажимаем кнопку ОК. Если же мы нажмём кнопку ОК и будем её держать, мы попадём в режим настроек. В данном меню мы можем поднастроить какие-то параметры наших задач, настроить системные параметры, произвести калибровку, запустить самопроверку, бросить на дефолтные настройки, посмотреть, какая у нас прошивка установлена, и на этом, в общем-то, всё. По task-параметрам тут мы можем видеть, что у нас имеются какие-то режимы типа безопасности, но на самом деле они по умолчанию не совсем похожи на безопасность. То есть, мы можем позволить закачать ей 999 000 мАч, что, естественно, никакая из ваших батареек наверняка не примет. То есть, эти настройки необходимо поднастраивать под себя, в зависимости от того, какая, например, у вас максимальная батарейка есть. Это ток, на котором она заканчивает зарядку. Трикл чардж по умолчанию, например, у нас здесь включён. Обратите внимание, он настраивается в режиме task-параметров. Если вы заряжаетесь в поле, и вы собираетесь использовать батарейку сразу по окончании зарядки, то можете использовать данный режим. Если вы заряжаете батарейки дома, а потом там полчаса, час, два, три плюхаете до места полёта, то, наверное, трикл чардж вам не полезен и будет только зря ухудшать характеристики ваших батареек. По системным параметрам, на что стоит обратить внимание, ну, кроме, естественно, там, настройки языка и прочего-прочего-прочего, это настройка регенеративной разрядки, когда вот как раз-таки мы перекачиваем энергию из одного аккумулятора в другой. Именно здесь мы можем задать, сколько максимально вольт у нас может быть на принимающей батарее. То есть, например, если мы используем всегда однозначно 6С батареи, мы можем здесь, например, оставить те самые 25 по умолчанию вольт. Если у нас по качеству принимающей батареи может быть 4С батарейка, то не забываем, что нам надо будет здесь поменять. Если в процессе регенеративной разрядки на принимающей батарее количество вольт превысит установленное здесь значение, разрядка должна будет остановиться. Ну и, соответственно, максимальный ток, которым мы можем это всё дело перекачивать, тоже задаётся здесь. Данный ток ещё можно поднастроить дополнительно в момент запуска саморегенеративной зарядки, но, по-моему, вот это значение имеет приоритет. Также у нас имеется три варианта подсветки, которые мы можем установить, при этом режим Low не заметен практически даже в домашней полутёмной обстановке, Middle так себе, но High подойдёт, я думаю, для большинства ситуаций. Volume – это громко с каким она будет пищать, я поставил в Off, потому что, на самом деле, даже при Low она достаточно раздражающе пищит на каждое нажатие кнопки, поэтому я и перевёл её в значение Off. Даже при выключенных звуках, если у вас будет какой-то аларм или алерт, естественно, она подаст звук. Можно не опасаться того, что вы пропустите окончание зарядки, или если у вас какие-то параметры выходят за заданные вами пределы. Completion Signal – эта настройка отвечает за то, будет ли она подавать постоянные или повторяющие сигналы после окончания зарядки, здесь вы можете задать имя вашего устройства, если вам это нужно, или если, например, у вас и ваших коллег у всех практически ход от А6, и вы, например, заряжаетесь в какой-то куче, там, сбросив это всё дело в поле, то, чтобы не перепутать ваши зарядки, вы можете задать здесь уникальное имя. Continuous Mode по умолчанию выключен, можете включать, можете нет. Предназначен для того, что если у вас несколько одинаковых аккумуляторов, или, по крайней мере, аккумуляторов, которые вы можете заряжать одним и тем же током, то просто по окончании зарядки, если этот режим включен, вы выключили один аккумулятор, воткнули следующий, и зарядка автоматически продолжила заряжать. В данном меню у нас есть возможность откалибровать зарядку, но у меня сейчас ничего не подключено к исходящему порту, поэтому она мне это не даст, но я проверял, достаточно точно откалибрована данная зарядка с завода, поэтому дополнительно калибровать её не требуется. Ну и на этом по её основным меню всё. Ещё раз посмотрим, что у нас есть. Режимы мы по всем ним прошлись. Отсутствует кнопка отмены, то есть если вы зашли в какое-то меню, пока вы не сделаете выбор, то вы не сможете из него выйти. Это меня немножко раздражает. Также хочу обратить внимание, что здесь появился новый пресет LiXX, который позволяет вам использовать батарейки с нестандартными параметрами. Например, вы можете зарядить с гораздо большим значением на ячейку, чем обычно. А именно вы можете зарядить от 3,5 вольт на ячейку до 4,7. Это достаточно большой разброс, и при вот таких вот значениях у вас есть шанс подпалить вашу батарейку. Если вы не знаете, что делать, лучше этого не использовать. Вернитесь и используйте какой-нибудь стандартный пресет. Остальное меню зарядки, в общем-то, стандартно. То есть мы видим здесь количество ячеек, мы видим, каким током заряжать, ну и запас самого процесса. При, например, регенеративной зарядке у нас есть выбор, опять-таки, сколько вольт на ячейке должно быть по окончании разрядки. Мы видим, какая батарейка у нас должна быть здесь подключена. Каким током мы будем это дело все разряжать. Действительно, если мы выбираем этот режим, она будет разряжать этим током. И вот здесь я рекомендую не забывать задавать максимальный ток, который готов принять ваша батарейка на принимающей стороне. Напомню, что производители стараются давать достаточно щадящие рекомендации. Рекомендуют заряжать батарейки не более чем 0,5-2С. То есть если у вас батарейка 1380, то ее заряжать надо на 1,3 Ампера, максимум 2,6 Ампера, а желательно вообще там еще меньше. Ну, естественно, никто не заряжает меньше, чем 1С, но и больше 1С я тоже, если вы сильно не торопитесь, не рекомендовал заряжать. Что еще я хочу сказать? То есть для того, чтобы сейчас это все дело показывать, не разряжая батарейку неподключенную, это все нормально. Но, на мой взгляд, в данной прошивке имеются недоработки. Напомню, что сейчас мы подключены через Power Delivery и зарядка при подключении нам показывала, что она понимает, что мы подключены через Power Delivery. Но тем не менее, в меню у нас есть как регенеративный дичардж, так и дичардж на внешнюю нагрузку. Мы можем это дело все выбрать. Но при этом, например, разрядка на внешнюю нагрузку на данный момент не имеет смысла, потому что она предполагает, что с левой стороны у нас подключена батарейка, которую нам следует разряжать. В данном случае у нас это источник питания. А с правой стороны мы подключаем нагрузку, на которую мы разряжаем. То есть в текущих условиях этот процесс не имеет смысла, и его бы следовало убрать из меню. А регенеративная разрядка имеет еще более интересный момент. С правой стороны у нас подключен должен быть аккумулятор, который мы разряжаем. А с левой стороны у нас должен быть подключен аккумулятор V, который мы разряжаем. И на данный момент, если я ее запущу, то я из аккумулятора начну перекачивать энергию в мой блок питания, который, скорее всего, на этом моменте скажет мне до свидания. Поэтому я считаю, что это не доработка прошивки. И раз уж зарядка понимает, что мы подключены через USB Type-C, то следовало бы из меню убрать вот эти варианты разрядок. Тот же самый toolkit RC M7, если мы указываем в качестве питания, говорим, что в качестве питания у нас подключена сеть, то есть какой-то сетевой адаптер, он нам не даст разряжать батарейки в этот сетевой адаптер для его защиты. Ну и давайте немножко посмотрим, как это все дело выглядит в работе. Вот, например, выбираем charge, выбираем, что у меня липошная батарейка 6s. По-хорошему бы сперва подключить батарейку. С громким достаточно челчком это все происходит. Так, ну, например, заряжать мы будем ее, поскольку 1380 на 1,4 ампера. И запускаем таск. Вот пошла зарядка. Мы видим основное меню. То есть, мы видим здесь, каким током на данный момент происходит зарядка, сколько ватт, сколько вольт у нас в текущий момент в батарейке. Сверху мы видим, что мы заряжаем по пресету LiPo до 4.20 и 52% энергии у нас уже в ней закачано. Время, которое мы заряжаем, информация по каждой ячейке. И вот пока я говорил, надеюсь, он уже, да, посчитал. Если он успел посчитать, то у вас появляется еще дополнительное меню, которое показывает вам сопротивление на каждой ячейке. Ну и, соответственно, здесь вы можете видеть некую информацию по самой зарядке. То есть, сколько у нас приходит по вольтам, сколько у нас температура внутри зарядки, сколько ватт-часов и сколько батареек она зарядила. Вентилятор уже включился, невзирая на то, что температура достаточно небольшая, всего 40 градусов, вентилятор уже работает на полную мощность. У него, кстати, по-моему, тоже нет шум-управления, он работает всегда с одинаковой мощностью. Достаточно хорошо его слышно, но это, я насколько понял, относится ко всем хотовским зарядкам. Они все предпочитают включать вентилятор сразу. Ну вот чуть-чуть подзарядим эту батарейку. На данный момент у нас 3,89 на ячейку, и можно будет как разки продемонстрировать процесс разрядки аккумулятора в другую батарею. Ну, на данный момент можно остановить. Ну и давайте посмотрим, как происходит процесс разряда аккумулятора в другой аккумулятор. Выключаем нашу зарядку. Как стало сразу тихо. Подключаем принимающий аккумулятор. В данном случае у меня будет точно такой же аккумулятор, тоже находящийся в режиме сторожа. Обратите внимание, что в данном случае она тоже понимает, что мы подключали аккумулятор, и не показывает нам информацию про Power Delivery и вот это вот все. Теперь подключаем аккумулятор, который мы планируем разрядить, к правому ее порту, и убираем режим Regen DeCharge. Разряжать мы будем липошные батарейки до 3,8 на банку. Да, это у нас 6С. Будем разряжать током, естественно, не 3 А. Она запоминает последние указанные значения. Разряжать будем током 1,4 А, поскольку эта батарейка на принимающей левой стороне готова принять от 1,3 до 2,8. Запускаем разрядку. И вот пошло. Ага. Да, кстати, это я вот как раз-таки когда тестировал, установил, что на входящей стороне, на принимающей стороне не должно быть больше 17,1. И вот видите, в данный момент она отказалась нам разряжать аккумулятор, поскольку здесь уже больше, чем 17,1. Чтобы это исправить, сжимаем долго ОК. Переходим в систем параметры Regen DeCharge. Ну и говорим, что на этой стороне мы готовы принять до 25 В. Выбираем 25 В. Возвращаемся. Еще раз возвращаемся. И снова возвращаемся, после чего уже можем запустить Regen DeCharge. Все параметры сохранились. ОК. Запустили. Разрядка вот пошла. Вот в данный момент она перекачивает энергию и с правого аккумулятора в левый аккумулятор. Как раз-таки током 1,4, 1,3, 1,5. То есть вот единственное, что со стабильностью у нее небольшие проблемы. Она прыгает туда-сюда. Поэтому не стоит устанавливать ограничения по верхним пределам допустимости для ваших аккумуляторов, поскольку она иногда их, как видите, перепрыгивает. Ну и опять-таки мы снова видим здесь, что у нас идет процесс Regen DeCharge. Пресетом LiPo 6S до 3,8 мы его разряжаем. 49% батарейки. 57-58 секунд уже идет сама разрядка. Как вы видите, у нас не появилось меню с внутренним сопротивлением ячеек, поскольку при процессе разрядки сама зарядка не может так быстро посчитать эти значения. Не знаю, посчитает ли она их в процессе вообще. Но тем не менее, вот так вот идет процесс регенеративный разряд. Окей, останавливаем его, остановим это дело и попробуем разряд на внутреннюю нагрузку. Для этого мы выбираем DeCharge LiPo до той самой 3,8, хотя могли бы поставить... Как видите, для LiPo она нам позволяет достаточно широкий диапазон. До 3,5 можем разрядить на ячейку или до 4. Мы выберем по-прежнему 3,80 и запустим уже разрядку внутрь себя. Я считаю, что я хочу по-прежнему 1,3 А использовать. Запущу. Но, естественно, 1,3 А она разряжать их не сможет. Вот она мне показывает, что она по максимуму 10 Вт разряжает током 0,2 А. Очень маленький ток. Разряжаться это будет очень долго. Но, тем не менее, если вам нечем больше разрядить аккумуляторы, можно разряжать и таким способом. Не слышал о охотах каких-либо отзывов, чтобы они перегорали в процессе разрядки на внутреннюю нагрузку. В отличие от тех же самых Toolkit, у которых у некоторых моделей есть такая болезнь. Но, все равно, разрядка на внутреннюю нагрузку током 0,2 А. Это долгая и мучительная процедура. Поэтому, если у вас большие батарейки и вам требуется их все-таки разряжать, стоит подумать о том, чтобы их разряжать куда-то. Окей, останавливаем этот процесс, поскольку он все равно практически бесконечным будет. И давайте перейдем уже к каким-либо выводам. От данной зарядки у меня есть некие двойственные ощущения. Я попробую их сейчас описать. С одной стороны, данная зарядка является достаточно компактной. И это подразумевает, что можем ее таскать с собой в рюкзаке в поле, где-то на полетушках. С другой стороны, ее максимальную мощность 300 Вт мы сможем развить только при подключении к соответствующему блоку питания, который наверняка мы с собой на полетушке таскать не будем. Да, она действительно способна заряжать емкие аккумуляторы током до 2С со своей максимальной мощностью. Но где эту максимальную мощность мы возьмем в поле. Для домашнего использования данная зарядка меня смущает тем, что имеет всего-навсего один выходной порт. То есть, мы можем заряжать либо один аккумулятор, либо использовать платы параллельной зарядки, чего лично я конкретно не большой любитель. Еще что про нее я могу сказать из небольших минусов, которые я заметил, это то, что ее органы управления требуют привыкания. То есть, когда у нас подключены аккумуляторы вот таким вот образом, естественно, у нас остается вариант взять зарядку только вот так вот. Если мы берем ее за верхнюю часть, что для меня вполне привычно, то кратский мой палец попадает на кнопки и при отключении и подключении аккумуляторов я эти кнопки непроизвольно нажимаю. А поскольку, как мы помним, у нас нет кнопки назад, нам обязательно все равно придется что-то выбрать в меню. Это немножко неудобно и требует привыкания, чтобы держаться пальцем за нижнюю грань. Вот, даже вот сейчас, как видите, я взялся и случайно зажал указательным пальцем кнопку назад. Неудобно и это меня немножко раздражает. Ну и еще один минус, как я уже отметил, это, на мой взгляд, недоработка в прошивке, которая позволяет нам выбрать режимы разрядки при подключении от Power Delivery, которые могут испортить наш блок питания. За этим тоже необходимо следить. В остальном же, если вам нужна компактная зарядка для поля или, например, для каких-то путешествий, то Hotta T6 это хороший выбор. Для постоянного домашнего использования я бы все-таки, наверное, рекомендовал присмотреться к другим зарядкам, но если у вас небольшое количество аккумуляторов, то и данный вариант вам вполне подойдет. Ну а на этом все. Всем спасибо, кто досмотрел данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем буду рад, всем счастливо и всем пока.